Девушки отдыхают На нем ее отпечатки Полиция забрала маму, говорят Это она убила папу Отец Екатерины погиб три дня назад И в его убийстве подозревали Мать Екатерины Екатерина не верила в виновность матери И решила связаться с отцом, чтобы узнать Кто на самом деле убил его Здравствуйте, вы София? Да, проходи Мне нужна помощь Надежды Моего папу позавчера убили А маму подозревают в убийстве Мне надо связаться с отцом Проходи, садись Дайте мне ваши руки Как звали вашего отца? Денис 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 Он здесь Он злится И сжимает кулаки Папа всегда так делал, когда злился Пап, это мама тебя убила? Он говорит Белый Подождите Еще Павлин Что это значит? Он не отвечает больше Он ушел Почему папа не ответил на вопрос Мама ли его убила? Господи, я свихнусь Я понимаю Тяжело связываться с ушедшими близкими У тебя очень непростая ситуация Ну не могла мама убить папу А после этого спокойно уснуть Правда, у нее депрессуха была Ее на работе сократили И она сломалась Ну что ты сидишь? Притешись, умойся Я не знаю, с подругами встретишься Работу новую найди в конце концов Что ты все время ревешь? Пап, прекрати Ты не видишь, как ей плохо? Будь терпимее Хорошо тебе рассуждать Ты к своему парню свинтила А я хожу за ней, как за ребенком Ну покушай, ну умойся Она просто не хочет выкарабкиваться Из своей депрессии Я на работе пошу А вечером при ней нянькой Почему он не говорит, кто его убил? Он только сказал Белый павлин Что за ерунда? Ты обязательно во всем разберешься Но только делай это с холодным умом Я понимала, как непросто было Екатерине Осознать то, что произошло Ее отец был мертв А мать обвинили в его убийстве Но я была уверена Что Екатерина сможет понять Смысл слов отца Катерина, который передала ей моя племянница Катя, что случилось? Ты весь вечер какая-то странная Я хотела тебе кое-что сказать Я была у одной девушки Надежды И она связала меня с духом отца Ты прикалываешься? Я знаю, что ты не веришь в мистику и духов Но Надежда сказала Он нервничает и сжимает кулаки Я будто папу увидела А еще он сказал Белый павлин Не может быть, чтобы мама его убила Я тоже не верю Но все улики указывают на нее Вот уже девять дней прошло Привет Фу На локал сужен Десять утра У меня горе Тебе только повод дай Ну не злись Не злись на брата Я тоже тоскую по вашему бабке Родной брат Всю жизнь рука об руку И бизнес вместе вели Совсем вы одни остались Почему одни? У нас мама есть Ее еще не скоро выпустят Ты что, ты реально думаешь, что мать отца убила? Совершенно не важно, что думаю я Важно, что скажет следствие Я нанял адвоката Хорошего, лучшего Много брата уже не вернуть А вам нужна мать Ладно Я поехала к маме в больницу Ты со мной? Меня дела Трус малодушный Ни разу маму не навестил Мамуль Как дела? Ты что-нибудь вспомнила? Нет А почему Дима не пришел? Потому что мой братец раздолбай На тебя почему-то всегда только он интересовал Прекрати Я переживаю за него Он слабый, а ты сильный Дочь Я хотела уйти от него Уйти от кого? От папы? Да Он не понимал, как мне плохо Он кричал Мам, а ты что-нибудь знаешь про белого павлина? Может у вас книга такая есть или картина? Ладно Я все равно съезжу к вам домой Попробую поискать Отец Екатерины был убит в собственной квартире В его убийстве подозревали мать Екатерины, которую нашли спящий Рядом с ней был окровавленный нож Надежда передала Екатерине слова ее умершего отца, белый павлин Екатерина узнала, что мать хотела уйти от отца незадолго до его смерти Екатерине не давали покоя слова отца, белый павлин Она поехала в квартиру родителей и нашла там белую одноразовую влажную салфетку С надписью «Пап Павлин» Я у них дома нашла эту салфетку Как она у них оказалась? Может ее принес убийца? Еще сегодня я была в этом пабе и не увидела там ничего необычного Я не понимаю, почему папа указал мне на это место Кать, не выдумывай При чем тут салфетка из какого-то паба? Он пришел Я чувствую его присутствие Папа, я нашла салфетку из «Папа Павли» Ты про нее говорил? Он пивает А зачем ты на нее указал? Двадцать три двенадцать двадцать Что это за цифры? Их отец тебе назвал? Да Аж голова разболелась Что мне делать? Я очень боюсь за маму Она в ужасном состоянии Еще год назад я и представить не могла, что переживу это У нас была такая любящая семья Мы уже с Стамбул втроем съездим? Я нашел недорогие путевки Пап, ну я же не ребенок Я со своим парнем хочу в отпуск съездить А не с родителями Выросли, детки Вот и остались мы с тобой вдвоем, мать Ничего Мы с тобой вдвоем в отпуск съездим, да? Да Что же папа пытается мне сказать при помощи этих цифр? И при чем тут папа Павлин? Почему он не указывал на него раньше? Все, что сообщает тебе твой отец, как-то связано между собой Тебе нужно понять, как Раз отец пытается связаться с тобой Значит, он уверен, что ты его поймешь Мам Скажи А тебе о чем-то говорят эти цифры? Нет А ты что-нибудь знаешь про пап Павлин? Твой отец любил этот пап Он водил туда клиентов А кто-то из этих клиентов мог прийти в ваш дом в день смерти папы? Я не помню Я спала Не слышала, как он пришел Екатерина подумала, что цифры, названные отцом, могут быть кодом от сейфа Она проверила оба сейфа Дома и в офисе отца Но ни к одному из них кот не подошел Привет А что ты тут делаешь? Да, я приехала кое-что узнать Кстати, дядя Борь А тебе о чем-нибудь говорят эти цифры? Ты же финдиректор отцовской фирмы Может, это номер какого-то счета? Нет, я не в курсе А что? Да так ничего Слушай, здорово, что ты заехала Мне от тебя подписи нужны на доверенности Ну, юрист нашей фирмы займется делами твоего отца Пойдем Жень, я хотела с тобой посоветоваться Я была опять у Надежды, и она передала мне эти цифры Посмотри, пожалуйста Это долгота и широта? Нет, точно, это не координаты Может, номер дома и квартиры? Дом 2, дом 23 Тебе это ни о чем не говорит? Не знаю А может, это дата? 23 декабря 2020 года? А что было в этот день? Не знаю Может, в этот день что-то произошло в том пабе? Папа Павелин открылся всего год назад Значит, в 20-м году там точно не могло ничего произойти Погоди Может, твой папа хочет, чтобы ты пришла в этот паб 23-го, 12-го? Слушай, 23 декабря, это же завтра Так, а при чем тут 20-й год? Может, это не год, а время Восемь часов вечера Точно Ты молодец Ты молодец Завтра вечером надо срочно туда идти Сволочь, ненавижу А ты что тут делаешь? Да я с дядюшкой нашим виделся Прикинь, отец год назад, когда мать в депрессу ушла Составил завещание, отписав нам с тобой фирму Но до достижения нами 21-го года Финансовым распорядителем является наш дядя И что? Ты сам хотел фирмой руководить? Ты же в этом ничего не понимаешь Ты даже институт бросил Вообще тебе скоро 21, что так переживаешь? Какого черта он распоряжается нашими деньгами? У тебя отца убили Мать в больнице, ты к ней ни разу не приехал Ее посадить могут А ты только о деньгах думаешь? Конечно Тебе легко говорить У тебя Женька есть Он тебя обеспечивает А у меня финансовые трудности Дим Да пошел ты И ты здесь Тоже будешь мне истерики устраивать, как братец твой? Я вообще не понимаю, почему он так психует Вы тут поговорите, а я тебя внутри подожду Привет Привет Мне Дима сказал, что ты будешь распоряжаться нашим имуществом До достижения нами 21-го года Так, и что? Ваш отец заботился о вас Боялся, что вы не справитесь с делами Но перестраховался А Димка уже размечтался, что у него куча денег Тачку себе крутую купит А тут надо год подождать Чуть не убил меня Умерший отец передал Екатерине через надежду цифры Которые оказались датой и временем Екатерина пришла в назначенный час в паб На который указал ей отец ранее И узнала о том, что перед смертью он составил завещание По которому все его имущество после смерти Должно было перейти Екатерине и ее брату Но до достижения ими 21-го года Финансовым распорядителем был их дядя Я с барменом поговорил Он мне рассказал, что две недели назад, в воскресенье Твой брат и отец, они были в этом пабе Брат денег просил, а отец ему отказал Дима психовал и орал на весь паб Папу убили в понедельник Значит, их ссора была накануне Похоже, Дима опять вляпался в неприятности Ему позарез нужны были деньги А что значит опять? У Димы уже были проблемы с деньгами И отец его выручал Слушай А может это Дима убил отца из-за бабок? Ну, чтобы наследство получить Папа же отказался ему помочь Ты реально думал, что твой брат-то убийца? Скорее он, чем мама Может вообще мама знает, что Дима убил И просто покрывает его Он здесь Я чувствую вибрацию Он встревожен Пап, ответь Тебя убил мой брат? Он говорит Кредит Неужели брат правду убил отца? Не делай выводов раньше времени Что-то еще отец сегодня сказал? Папа сказал Кредит Видимо Дима влез в кредит А расплачиваться нечем Ну, не зря же папа его Паршивой овцой назвал Придурок, как ты мог? Что случилось? Что случилось? Твой братец решил разбогатеть на ставках Набрал кредитов и все продул Да верну я их Вернешь? Семьсот тысяч? Как? Нарисуешь? Не кричи Ты же сам виноват Ты лишил его финансирования Потому что он универ бросил В который я его запихнул Я столько денег заплатил за его обучение А он решил все бросить Чтобы на машинах каляки-маляки рисовать На аэрографии можно хорошо заработать Так чего ж ты не зарабатываешь? А ставки делаешь? Сейчас у Димы снова какие-то денежные проблемы А папа отказался ему помочь Ну неужели Дима правда убил папу ради наследства? Попробуй поговорить с братом Но только спокойно Екатерина почти не сомневалась в том Что отца убил ее брат Она поехала к Дмитрию Чтобы напрямую спросить его об этом Ты убил отца Чего? Блес в кредиты тебе нужны были бабки Я знаю что ты поцапался с отцом Из-за денег в пабе Павлин Да какой кредит? Я просто месяц назад с другом пьяно На его же тачке гонял и поцарапал ее Он потом ныл и говорил Что его машина полцены потеряла Ну я и обещал ему выкупить его тачку А батя отказался одалживать деньги Я думал я получу часть наследства И куплю машину А дядя отказал Ты что? Ты реально подумала Что я батю грохну? Сдурела Чего приехал? Испугался что я в полицию пойду? Кать ну ты опять что ли за свое серьезное? Ну ты послушай меня Короче Я думал над твоими словами о кредите И вспомнил что дядя Мне заставил подписать доверенность О продаже земли фирмы Ну якобы чтобы кредит закрыть Ну да я тоже подписывала эту бумагу Я записал наш разговор С глагухом Слушай Борис ведь просил вас с Катей подписать доверенность на продажу активы фирмы Так? Да я что-то подписал Дядя сказал что нужно продать землю Чтобы закрыть кредит фирмы А денег нет Фирма не брала кредитов Это чушь Ваш дядя хочет эти деньги в свой карман положить И еще Семенов сказал что дядя переводит на какие-то счета крупную сумму денег Дядя заверил главбуха Что батя в курсе всех этих транзакций Но накануне папиной смерти Семенов пришел к бате И показал куда деньги идут И тот офигел Семенов подозревает что дядя как-то связан со смертью отца И боится что в опасности Потому что дядя знает что Семенов стуканул на него перед смертью Неужели Это дядя убил отца Он ведь финдиректор И воровал деньги со счетов фирмы Получается Он пришел в дом к родителям Пока мама спала под снотворным Убил папу И вложил маме в руку нож А та салфетка из паба Он ее просто обронил Ребята Привет Чего звали Случилось что? Это ты убил отца? Что? Мы знаем что ты воровал деньги со счетов фирмы Ты заставил нас подписать доверенно Чтобы продать активы фирмы И закрыть кредит Но кредита никакого нет Ты себе и тебе решил деньги отжать Что за чушь? Мы поднимем документы И проверим подписи И докажем что ты мошенник и убийца Ничего вы не докажете Дим Поехали-ка в полицию Стойте Постойте ребят Давайте поговорим Да Поймите Это несчастный случай Да Ваш отец просек Что деньги в фирму утекают Ну и позвал к себе поговорить Я ему прости Я все верну А он орать начал Он зачем начал угрожать меня тюрьмой Я нож впадил в сердцах Просто попугать хотел Я же не думал что я убью Давайте мирно решим Сколько вы хотите Ты поедешь в полицию И признаешь вину Мамуль Прости что не приезжал Ничего сыночек Я понимаю На дядю Борю заведено уголовное дело Спасибо папе Он с того Света помог тебя спасти Как это с того Света Я потом все объясню Как же я Как я без него буду Мам Мам Мы рядом И папа всегда будет рядом Он о нас заботится Благодаря покойному отцу Екатерина с Димой Разоблачили убийцу И спасли свою мать От тюрьмы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!